Девушки отдыхают Я часто делюсь с ним в церкви, что объединяются не системы, объединяются люди. И вот если мы найдем личный контакт, личные отношения, это может очень сильно повлиять даже на некоторую систему отношений. Открытость Синза, настоятие этого костела позволило нам достаточно легко договориться. И здесь, по сути, есть вся инфраструктура для проведения такого. Наполнение людей возможностями, которые сегодня принес так называемый технический прогресс, он наполнил разум и душу человека теми желанными для человека возможностями, которые, возможно, заполнили настолько его интеллектуальную и душевную деятельность, что как будто бы вытеснено было все остальное. Как будто бы для слова нет места. Я верю, что этот период пройдет. И сейчас уже много слышно даже в так называемых развитых странах поднимается жажда в людях о Боге, о Его присутствии. И есть даже какое-то внутреннее ожидание новой волны того, что люди вновь начнут открывать для себя Слово Божье, возвращаться к тому, что утеряли. Живой музей – это здорово, друзья. Она желает только за счет живого посещения вас, таких юных, молодых, поэтому познавайте историю, познавайте красивую поэзию и дарите другим красоту. Создавать такую христианскую атмосферу. Дети, молодежь, мы все живем в этом мире, в таком секулярном, далеком от Бога. И когда они окунаются в эту атмосферу, где они встречают таких же детей и взрослых, которые вместе молятся, которые прославляют Бога, которые не один день, не разово пришли в храм и потом снова окунулись в эту суету такую повседневную, бытовую. А вот здесь они вместе и помолились, здесь вместе они и покушали, здесь вместе они и попели, сходили на экскурсию. То есть вот эта всесторонняя атмосфера христианская, которая окружает, она закладывает в молодом человеке такое особенное место, к которому он потом может возвращаться. Спасибо вам, Александр Юрий. Вот всей нашей командой. Пожалуйста, приглашаю. Да, шесть Божья. Моя мечта, моя мечта, я бы очень хотел, чтобы люди научились таким взаимоотношениям, которые задумал сам Бог. С Ним и друг с другом. Представьте, что? Какой сегодня день? Как день назван? Какая тема? Мерод. Мерод. Да, идите. Знаете, в Библии есть одно очень важное утверждение. Там сказано, Бог есть любовь. Если вы поймете, что такое любовь, вам легче будет понять, кто такой Бог. Вот именно, вот. Они не летают вот так, знаете, язык на бороде. Нет, орлы так не делают. Они сидят спокойненько, выжидают. И как только они услышат струю, почувствуют ветра, из этого хорошего, да, они распрямляют свои крылья, большие, порой там до двух метров, видимо, и просто в этой струе, в этой струе они, да. И Писание говорит, что когда молодые пойдут, они не утомятся, потекут и не устанут. То есть ключ, чтобы нам не уставать в жизни, это имеется в виду не только физическое усталость, но и духовное, эмоциональное, чтобы нам не выгореть, не опустились руки, чтобы нам не разочароваться, идти для Господа, лететь для Господа. И вот пример можем взять с Орлов, дорогие. Не надо вот трепыхаться, надо узнать направление для нас от Духа Божьего, от Духа Святого, как от ветра, и просто войти туда. И этот ветер, он нам просто поможет, дорогие, разрезать всякие стены, всякие преграды, и мы будем вот в этой силе Божьей, не в своей. Божьей, не в своей. Потому что здесь был самый успешный побег из гетто, который когда-либо совершали кузники на оккупированной нацистами территории Европы. Здесь был самый длинный туннель, который строили из гетто. И в экспозиции музея рассказывается о самом массовом еврейском партизанском астреале. И пытаясь отсюда сбежать, он, кем-то еще и еврейская полиция, тоже... Наверное, основная цель, конечно же, это дети. В первую очередь, это было сделано для них, подготовлено для них, чтобы они провели это время с той пользой, чтобы они могли отдохнуть от той, может быть, рутины, отдохнуть, в конце концов, от своих гаджетов, да, оторваться от экранов. Умение вживую общаться, и сегодня многие психологи как раз-таки об этом и говорят, что развивается коллективная вот такая вот ну, фобия живого общения. Люди, молодые люди, и они гораздо быстрее наберут текст на экране, чем произнесут слова. К сожалению, есть и такие крайние формы. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Люди, которые пережили столько трагедий и, казалось бы, психологически невозможно с этим справиться, они построили новую жизнь. Пушнеры стали там миллиардерами, другие стали, даже Джеклор стал миллионером в Англии. А знаете почему? Потому что жизнь стоит того, чтобы жить. Несмотря ни на что. Казалось бы, есть ситуации непреодолимые. Нет. Стоит бороться. Я уверен, что дети пережили уникальные свидетельства Божьего вмешательства в планы дьявола, которые хотел украсть, убить и погубить. Но Господь заступился, и то, что этот побег состоялся, и большая часть еврейского народа, она выжила, свидетельствует нам о том, что Господь над всем, Господь контролирует, и Он любит делать чудеса, Господь любит спасать. И наша молитва сейчас с этого места, чтобы, пережив вот это понимание, наши тинейджеры, наша молодежь, они приходили к вере в Ешо, еще больше благодаря Его. И, конечно же, наша молитва за еврейский народ.